Добрый день. Здравствуйте. Михаил, мы в прошлой программе говорили о том, что, заканчивали мы программу тем, что еврейские боевые организации получали от немцев оружие для того, чтобы сражаться с англичанами. Часть, да, часть. Частично, да, потому что как бы в англичанах они видели главное препятствие для того, чтобы принимать евреев из Германии, которым грозила смерть. Скажите, а как в этот момент вели себя европейские страны, в частности Соединенные Штаты и Великобритания? Ну, Великобритания, мы знаем, что она ставила всяческие препоны и запрещала пребывать сюда евреями. Давайте попытаемся объяснить вначале... С американцев хотите начать? Хорошо. Смотрите, Америка вышла из Великой депрессии, которая охватила страну вот только-только. Многие экономисты и историки говорят, что во многом благодаря программе Ленд-Лиза и участию во Второй мировой войне и разрушению Европы Америка потом встала на ноги и поднялась. То есть фобия, которая царила в Америке, что вот Америка снова просядет в Великую депрессию, была страшной. Несмотря на это, еврейские организации Америки им надо отдать должное. Били в набат. И с 1933 года начинается война, экономическая война американских евреев против нацистской Германии. Они делают все возможное, подключая журналистов, подключая Голливуд, подключая политиков, чтобы Америка, насколько это было возможно, бойкотировала экономику нацистской Германии. Но этого было мало. Они пишут везде о зверствах, которые нацисты учиняют. О программе антисемитизма, о программе нюрнбергских законов, о том, что евреев считают больше не людьми. Их лишили гражданства, их ограбили, их уничтожают. Многих уничтожать начали уже в концлагерях. Идет страшное-страшное уничтожение, дискриминация. Но этого было мало. Когда начали, надо сказать, с опозданием до Америки доходить первые слухи о том, что такое концлагеря, и мало кто знает о том. Но вот это же не верил вообще. И вот это не верил. Человеческий разум отказывался принять. Невозможно было поверить. А из людей, из их жира делали мыло, когда из волос набивали матрасы. Америка была настолько далека. Далека. Это было невозможно. Но вместе с тем, понимаете в чем дело, слухи начали доходить. И несмотря на то, что в это тяжело было поверить, вместе с тем были доказательства уже то, что это есть. И американские еврейские организации пошли на поклон к Рузвельту, к многим конгрессменам, к многим сенаторам. И стали говорить, давайте делать все, что возможно, давайте спасать. Давайте организуем спасение. И Рузвельт, Франклин Дилана, который является тем самым президентом, очень любимым американским народом, который вывел Америку из Великой Депрессии, он отказал. Отказал, ссылаясь опять-таки на экономический фактор. Что же ему был за план предложен? План предложен был самый, что ни на есть, мизерный. Аляска американская была абсолютно не заселена. Жуткие условия сибирского холода. Евреи Америки предложили эвакуировать 6 миллионов евреев, грубо говоря, Рейха из завоеванных территорий, кораблями, в обмен на похлебку. Чтобы они просто были рабами в Америке. Чтобы просто выжили. Не платите мне доллара. И, кстати, с этого и началось выход из Великой Депрессии. И начался с того, когда пришел Рузвельт к власти. Его программа была в том, чтобы давать, например, рабочим работу, чтобы строить дороги, чтобы строить заводы за еду. Это был первый шаг к выходу из Великой Депрессии. За харчи, как говорили. Да. 29-30-е годы. 31-й. За еду. И люди были готовы. Никто не платил ни одного доллара. И американские евреи сказали, господин президент, вы уже вот так мастерски помогли стране. Помогите нашему народу. Мы никогда в жизни это не забудем. И он отказался. Это при том, что его жена была великим человеком, которая помогала очень-очень многим. Она помогла в 20-х годах спасти, например, шестого Лебаевического Рэба, который Сталин хотел расстрелять. За контрреволюционную деятельность, которая заключалась в распространении веры в Бога. То есть она помогала очень многим. Она участвовала даже в спасении Шалому Шварцбурда, передача которой была, который застрелил Петлюру. Она была очень активным деятелем, и многие еврейские представители пришли к ней. И она пыталась помочь, но не смогла. И Америка отказывала. А заселили бы Аляску. Заселили бы Аляску, правильно? Помимо этого, есть другая страшная страница американской истории. И когда богатые евреи Третьего Рейха послали корабль, огромный корабль, с людьми, которые вырвались из оккупированных нацистами территорий, этот корабль пришел в Америку, и они просят политическое убежище. И Америка отправляет этот корабль назад, в Третий Рейх. Практически все эти люди, там было 900 с лишним пассажиров, женщин, детей, стариков, мужчин. Они были сосланы немцами в Освенцам и убиты. Как это назвать? Американцы знали, куда они их возвращают? Они знали, что их возвращают в Третий Рейх. Они не знали, что их потом направят в Польшу и там уничтожат. Есть другой пример. Не знали или не хотели знать, я прошу прощения? Скажем так, они не думали об этом. В администрации Франклина, Делана, Рузвельта было много открытых антисемитов. Один из них это был генерал-маршал, автор известного права плана маршала по спасению Берлина, экономическое чудо Германии и так далее, экономической помощи и так далее. То есть многие другие. Гувер, глава ФБР, внутренней разведки, был ярый антисемит. Поэтому, к сожалению, да и роль евреев тогда, в начале 40-х годов Америки, была куда более мелкой, чем сегодня. Но Билли и Внабад делали, что могли, ничего не смогли сделать. Теперь, переходя к Англии, к вашему вопросу. Начнем с того, что если мы будем читать мемуары Уинстона Черчилля, то мы видим, что этот человек был абсолютнейшим филосемитом. У него было очень много друзей евреев, но помимо этого, то есть и корыстная составляющая. Евреи дали большие деньги молодому Черчиллю на то, чтобы он стал известным и популярным политиком, который взошел по политической лестнице и стал премьером войны и премьером победы. В своих мемуарах он пишет, я был сионистом, я всячески хотел, чтобы еврейский народ вернулся на свою историческую родину. Тогда почему же во время его управления политика Белой книги, то есть блокады, морской блокады английским королевским военным флотом Палестины, исполнялась? Ну, начнем с того, что все-таки Черчилль и Сталин, один человек в Британской империи, хотя он и премьер, многого сделать не мог. Тогда давайте попытаемся объяснить логику английской империи, почему они так себя вели. Логика очень простая. Английской империи, сражавшейся с Третьим рейхом, и которая была намного слабее, чем немцы, нужна была нефть. Нефть Англия получала из своих арабских колоний. Арабы сказали англичанам, если вы не хотите, чтобы взрывались трубопроводы, если бы вы не хотите, чтобы горели нефтеперерабатывающие предприятия, нефтеочистительные заводы и сами места, где нефть добывается, месторождения, то давайте так, никаких евреев в Палестинах. Знакомая такая практика, взрыв газопроводов. Газопроводов, да. И вот что англичане должны были делать? Вот я сейчас не знаю, мне тяжело судить Черчилля. Мало кто знает о том, как тяжело нацисты бомбили Лондон. Два года страшных адских бомбардировок. Жизнь под постоянным страхом операции «Морской лев». Гитлер планировал посадить огромный десант, но в последний момент отказался. От того, чтобы захватить английский остров. После этого, когда они изобрели ФАУ своей ракеты, постоянно нацисты запускали ФАУ и бомбили Англию. Значит, для того, чтобы воевать, и потом воевать во время Второго фронта, и воевать с Роммелем в Африке, и высадка, которая была в Италии, значит, нужно было иметь нефть, бензин. Танки и самолеты не могли без нефти. И тут такая вот арабская ультимативная политика. Поэтому англичане пошли на сделку с совестью и совершили это преступление. Фактически стали, конечно же, чего говорить там, стали союзником Третьего рейха в Холокосте. Если бы они открыли Палестину, никакого Холокоста бы не было. Нацисты готовы были отдать сюда евреев за деньги или как угодно, и не мараться еврейской кровью. Когда они поняли, что этого не будет, ни в Америку их нельзя забрать, отправить, ни в Палестину, никуда бы то ни было еще, то они начали евреев уничтожать. Страшная история, надо сказать. Очень страшная. А вот другие, ну хорошо, Великобритания, Соединенные Штаты, а такие страны, как, скажем, страны Латинской Америки, они вообще нестили? Они все были пронацистскими, как ни странно. А вот почему вот этот вопрос? И туда, кстати, уехали многие нацисты. Да, после войны. А почему они были пронацистскими? То есть они же были там на грани социализма, некоторые из них. Некоторые, да. Ну, давайте начнем сначала. Это все-таки такие конгломераты, испаноязычные и португалоязычные. Франко был фашистом. Многие смотрели и равнялись на Испанию. Франко был союзником Гитлера. Хотя ему надо должное, евреев он не убивал. Ни одного испанского еврея он не отдал, чтобы убить. И принял порядка 40 тысяч евреев из других стран в Испанию и не отдал их нацистам. Вот. Значит, многие генералы, многие военные диктаторы, которые были в Латинской Америке, они откровенно симпатизировали Гитлеру. И хотели себя видеть союзниками нацистской Германии. Поэтому никакой речи о том, чтобы принимать евреев туда не шло. Плюс ко всему, в то время это были очень нищие страны. И кто бы платил за перевозки. Евреи были полностью ограблены уже в Европе, лишены денег. А евреи в Восточной Европе и подавно их не имели. Как многие польские евреи, подавлено в большинстве были просто бедными. В Соединенных Штатах вы же, в общем-то, знакомы с этой историей. Вы жили в Соединенных Штатах довольно долго. А как там относятся к этой, ну, скажем так, не самой яркой странице американской истории, которой, так сказать, нечем гордиться? Они пытаются не говорить. Они пытаются забыть и предать ее забвению. Есть несколько страниц американской истории времен Второй мировой войны, которые никому не доставляют удовольствия. Одна из них – это это. Вторая – это, например, сегрегация в американской армии. Наличие черных и белых дивизий. Ну, не знаю, в американских боевиках мы смотрим, как черные и белые сражаются бок о бок, там, любят друг друга горячо. Ну, это начало происходить. Ведь кто отменил сегрегацию в Америке? Ейзенхауэр в 1956 году, до этого и школы, и автобусы, и многие заведения были отдельные. Школы, автобусы – ладно, это мы проходили на уроках истории. А вот то, что в армии была сегрегация… Сегрегация. Все дивизии Второй мировой войны Соединенных Штатов делились на цветные, так называемые, то есть черные дивизии и на белые дивизии. Надо отдать должное, например, еще во время Первой мировой войны во Франции, где были иностранные легионы, все служили вместе. Или в той же самой, например, Английской империи. Первой мировой войны или Второй мировой войны в Англии были. И индийские части, и черные африканские части, каких только частей не было. Никаких сегрегаций расовых, как в Америке, в американской армии не было. Это печальные страницы американской истории, о которых пытаются договориться. А на кораблях тоже они все? Все было отдельно, не было никакого соприкосновения под таким лозунгом. Мы различные, но мы равные. Очень интересный лозунг. Когда мы говорим сейчас о решении арабо-израильского конфликта, и когда пытаются разделять, то вот этот лозунг был бы очень даже хорош. Ну, не знаю, пройдет ли он сегодня. Все-таки много лет прошло с тех пор. Благодарю вас. Мы беседовали с Равином доктором Михаилом Финкелем. Программа «Черным по белому» на телеканале ТОН-ТВ. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин